Здравствуйте! В эфире новости Чукотки. В студии Вероника Докмачева. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Поехали по короткому пути. Сегодня в эксплуатацию была официально принята региональная дорога через Анадырский лиман. Она на 2,5 километра, короче, федеральная. А это значит, что добраться из Анадыря в угольные копии и аэропорт теперь можно быстрее. Владимир Никитченко расскажет подробнее. Долгожданное открытие. На Анадырском лимане сегодня официально принята в эксплуатацию сезонная ледовая дорога регионального значения. Межведомственная комиссия проверила готовность и безопасность трассы. Лично проехав по зимнику, комиссия дала зеленый свет. Дорога открыта напрямую. 5,3 километра. Ширина дороги от 10 до 20 метров. Знаки установлены, провискованы. Дорогу открыли на, получается, 8 дней раньше планируемой даты. К открытию трассу готовили 7 человек и 5 единиц спецтехники. По плану дорогу должны были запустить к 1 марта, но справились быстрее. Толщина льда на Анадырском лимане сейчас на Фарватере достигает 75 сантиметров, а у берегов доходит до 1 метра. По таким показателям была определена допустимая нагрузка в 8 тонн. Это уже второй официальный зимник через Лиман. Первый участок дороги, федеральный, был открыт 31 января, но проходит он в объезд и длиннее на 2,5 километра. Поэтому открытие короткой трассы жители ждали особенно, ведь так можно быстро добраться из Анадыря в поселок Угольные копии и аэропорт. Федеральная сезонная трасса через Анадырский лиман открылась почти месяц назад, а вот открытие короткой дороги неоднократно откладывалось. На это повлияли продолжительные и почти 40-градусные морозы. Из-за них дорожники сначала не могли начать работы, а потом столкнулись и с другими трудностями. Прокладки дороги мешали большие торосы, которые образовались из-за позднего закрытия навигации, когда теплоходы разбили уже смерзающуюся ледовую корку. Потом сильные морозы заставили лед трескаться. В данной ситуации подвижка льда была сильной, поэтому трещины большие. Я же говорю, что первую дорогу, которую сделали, мы же заметили, что у нас одна заброшенная и две новые. Потому что то, что сделали первую, были сильные подвижки льда, трещины большие. Поэтому пришлось перенарезать дорогу. Сейчас, после официального открытия ледовой переправы у Дорожно-эксплуатационного управления Чукотки, работы не убавится. Дорожникам необходимо ежедневно следить за состоянием трассы до ее закрытия. Работы будут проводиться по очистке автозимников, бульдозерами, шнек-ротерными установками. Ну и обслуживание. Будем мониторить лед, будем смотреть, как себя ведет лед. Толщину льда. На сегодняшний день дана нагрузка 8 тонн. Будем смотреть, как будет повышаться толщина льда и будем увеличивать нагрузку. По прогнозам, движение по региональной трассе продлится до 30 апреля. Срок службы может и увеличиться. Но это зависит от многих условий, в основном погодных. Пока же по трассе можно буквально за 10-15 минут добраться с одного берега Лимана на другой. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова